МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня вечером в программе «Автопатруль». Необычная авария и уникальная спасательная операция на весовой. Краткое содержание. Стукнул, отскочил, стукнул. Тройная авария на Днепровской. В городе открываются первые елочные базары. Тут же закрываются нестандартные торговые отношения на Борисенко. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Необычная авария и уникальная спасательная операция на весовой. Автомобильчик Сузуки СХ4 движется по федеральной трассе в сторону города. В районе весовой машина по неизвестной причине теряет управление и уходит с дороги. На ее беду аккуратного и полного съезда в этом районе нет. И автомобиль, пробив аккуратную дыру в лейерном ограждении, кубарем скатывается с крутого склона. С печальными последствиями для своей владелицы. Ну, ехала эта девушка, Оля, значит, по третьему ряду. И не знаю, что произошло там. Смотрю, она поперек поехала. За остановкой там начинается тротуарщик. И это ограждение только начинается. И она выскакивает на эти ограждения, взлетает в воздухе, ударяется в леера, вот в эти, вышибает. Она уже в таком положении была, боком. Вышибает ограждение и переворачивается на морду, на переднюю часть автомашины. И пошла кувырка. Мужчины не остались безучастными к чужой беде. Именно они, видевшие все происходящее, первыми подбежали к раненому авто. Скинули клевом из аккумулятора в избежание искры и вытащили пострадавшую женщину. После чего вызвали скорую и в буквальном смысле на руках подняли раненую владелицу Сузуки наверх. Делом это было непростым. Слишком уж глубоким оказался овраг, в который угодила машина. Это стало проблемой и для добровольных спасателей самой машины. Спуститься по этому склону не смог бы ни один эвакуатор. И значит, перед ребятами стояла непростая задача вытянуть недвижимый автомобиль на подходящую площадку. Забегая вперед, скажем, что им это удалось, но детали из самой операции заслуживают отдельного рассказа. На первом этапе необходимо было подготовить аварийный Сузуки так, чтобы его можно было подтянуть поближе к самому опасному участку, крутому подъему. С которого и полноприводный Toyota Hilux Sur спускался-то с осторожностью. Не все получилось сразу. Лишь со второй попытки удается вытянуть помятую машину на более-менее ровную поверхность. Решено отцепить груз и попытаться выбраться хотя бы самому спасителю. Без дополнительной тонны на буксире сурфу удается выкарабкаться наверх, где на помощь приходят другие люди, которые проезжали мимо и заметили чужую беду. Дополнительной строп-лентой удлиняется буксир и подбитый Сузуки подтягивают максимально высоко. После чего перевязывают канат и, наконец-то, вытаскивают машину на ровный участок, откуда ее уже и сможет забрать эвакуатор. Вся операция занимает приблизительно 20 минут и, несмотря на риск, проходит удивительно гладко. В этой аварии много необычного. Первое – это впечатляет размер, в который смогла пролезть настоящая большая машина. Но еще большее удивление, восхищение, даже восторг вызывает то участие, которое проявили к аварии люди. Первыми прибыли, помогли пострадавшей и вытащили машину, проведя, на мой взгляд, совершенно уникальную операцию. Честь им, хвала и большое спасибо. В районе стадиона «Строитель» водитель грузовика повредил люксовый джип. ДТП произошло на проспекте столетия Владивостока, 30Г. И вновь в районе стадиона «Строитель» под мостом ДТП. На этот раз здесь не разошлись Ниссан Ванет и Тойота Хайлакс Сурф. Ролевой грузовик двигается с улицы Овчинникова, проезжает под мостом и планирует повернуть, но данный маневр ему не удается удачно завершить. В результате грузовик врезается в спускающийся сверху, как оказывается, идущий по главной дороге внедорожник Тойота Хайлакс Сурф. Увы, но оба участника аварии отказываются от комментариев по поводу происшествия. Девушка, ну я же сказал, зачем вот это вот прикол? Хозяин люксового джипа едва не льет слезы. Купил машину три года тому назад, в ДТП до этого дня не попадал. Признается, что детали, если еще такие найдутся, на ее починку будут дорогими. Меньше всех повреждений достается грузовику. Водитель Ниссан Ванет выезжает с тростепенной дороги, не уступил Тойоти Сурф, в результате чего совершил столкновение. Получили серьезные повреждения автомобиля. Своим ходом уедут, но потребуется помощь сотрудников ГИБДД для оформления. На место ДТП вызывают сотрудников госавтоинспекции. Телефон автопатруля 20-16-3-0. Краткое содержание. Стукнул, отскочил, стукнул. Тройная авария на Днепровской. Универсал Тойоты Калдино бодро движется по неровному открытому участку улицы Днепровской. При попытке войти в поворот машину заносит, и она, оттолкнувшись задним бампером от подвернувшегося грузовика Митсубиши Кантер, передним влетает в идущий следом седан Тойота Аксио. И лишь после этого останавливается, как и его невольный соучастник. А что произошло? Калдино понесло на повороте. Все ударил задней частью Кантера. И оттуда отскочил в Аксио. Все, вот он, на лицо. Скользкая дорога. Несоблюдение скоростного режима. Скорость высокой, Калдино? Я не знаю. Ну, судя по повреждениям, была немаленькая. Меньше всех в аварии пострадал грузовик. Во-первых, он потяжелее и покрепче. А еще потому, что удар пришелся в него покасательный. И практически не повредил машину. Во всяком случае, на ходовых качествах Кантера это не сказалось. Повреждения грузовика не идут ни в какое сравнение с ранениями двух легковушек. Внешности и Калдино, и Аксио основательно изменились, благодаря знакомству друг с другом. И если у Аксио обошлось лишь вмятым, пусть и глубоко бортом, то Калдино огребла по полной. Помимо мятого едва ли не по всей площади кузова, универсал лишился остекления и оптики. И нет сомнения, что восстанавливать машину ее владельцу придется исключительно за свой счет. Поскольку, как известно, никакие претензии дорога не принимает. Вот такая она скользкая штучка. В городе открываются первые елочные базары. Тут же закрываются нестандартные торговые отношения на Борисенко. Очередная авария на трассе седанка Патрокол. Тойота Филдер улетела в барьерное ограждение.